Васям-лах, ам-хамду лиллах, салату саламу аля Расуллиллах, ва аля адель и асхабе, ва аля мала. Продолжаем разбор вопросов, которые касаются завещаний. Говорит, аль-васыяту ила роджель битта сарруф воль вилая аля ман лаву алей и вилая. Говорит, если человек оставил завещание человеку, но завещание оставил ему не в качестве какого-либо имущества, а в качестве того, чтобы он управлял вместо покойного, то есть вместо будущего покойного, тем, чем управлял он. То есть с этого вопроса мы начинаем разбор вопросов, которые касаются немного другой плоскости. Ранее все, что мы изучали, было аль-васыяту ила раджель, аль-васыяту ила адд, аль-васыяту ила кафир и так далее. То есть когда человек оставляет другому какое-то распоряжение, распоряжаться его имуществом, погасить за него долги, вернуть за него вещи, которые у него лежат на заверенном хранении, наоборот забрать за него долги, присматривать за его завещанием, присматривать за его оффом, присматривать за теми детьми, которых он воспитывал, за сумасшедшими, которые на его попечении, за сиротами и тому подобное. Это называется как? Аль-васыяту ила, то есть завещание к кому-либо. Говорит, аль-васыяту ила раджель игия, а неч'алал ауттасарруфа баадамутии. Что такое завещание ила раджель, которое передается человеку? Имеется ввиду это завещание о том, чтобы тот распоряжался относительно определенных действий. Относительно тех действий, которые изначально выполнял сам наследодатель, то есть сам будущий покойный, он сам это все делал, сейчас когда он умирает, оставляет вместо себя какого-то другого, что называется вали, опекуна, который будет присматривать за его делами. Говорит, как например, чтобы тот погасил за него его долги, или наоборот, забрал долги у других людей, или наоборот, чтобы вернул кому-то вещи, которые лежат у него на доверенном хранении, или забрал у других, так же, чтобы разделил его завещание среди людей, то есть если он сказал, тебе я оставляю столько-то в качестве завещания, тебе я столько-то, тебе я столько-то, этот человек как бы является ответственным за это завещание, что он делит его между людьми. А так же, чтобы он присматривал за теми детьми, за которыми присматривал ранее он сам, из детей, а так же сумасшедших людей. А так же, даже если не детьми, а подростками, но теми, полноценный разум, который еще не наступил. Чтобы он присматривал за их имуществом и хранил его. И чтобы управлял этим имуществом его детей, так, чтобы это приносило пользу этим детям. А что касается тех людей, над которыми наследодатель не имел опекуства и не имел гуляя, как, например, взрослые люди, которые являются разумными, а также не над его детьми, как, допустим, его братья или его дядя, дяди, а также другие люди, которые, кроме детей, то в этом случае, воссия не является правильным относительно них. То есть, человек умирает, у него остаются дети, на его попечении. Маленькие дети, сумасшедшие, может кто-то есть, может быть, сирота есть и тому подобное. Он зовет человека, своего близкого человека, родственника или друга, и говорит, «Я оставляю завещание тебе, чтобы ты присматривал за моими детьми, за вот этими вот сумасшедшими и тому подобное, чтобы ты опекал их и управлял их имуществом. Но у меня еще есть брат 40-летний, еще есть дядя 70-летний, за ними тоже присматриваю». И такое пойдет или нет? Нет. То есть, за взрослыми людьми, за братьями, за дядями и тому подобное, которые являются разумными, с полноценным разумом, нет, говорит, гуляя. Потому что изначально сам наследодатель, который собирается умирать и пишет завещание, он сам не имел над ними никакого гуляя, потому что эти отдельные, самостоятельные люди. Говорит, «Ляну лау лау лаа талиль мусы алейхин фил халя». Видишь, почему он не может оставить такого завещания относительно взрослых людей? Потому что сам, говорит, их не опекал, когда был живым. «Фаляя куну дали калинай биги». Тем более их не может опекать тот, который его заменяет баадальмама, после смерти. «Каляу ибн Худама» Все это сказал ибн Худама, сламахала, затем сказал И мы не знаем никакого разногласия во всем том, что мы перечислили. Вот этот вопрос ясен или нет? Значит, если человек умирает, и он хочет оставить под себя опекуна, который присмотрит за его дела, погасит за него долги, или наоборот заберет за него долги, отдаст вещи, которые у него лежат на доверенном хранении у людей, или наоборот заберет их за него, так будет присматривать за его детьми, а также за имуществом его детей, будет управлять этим имуществом так, как будет наиболее болеть за детям и так далее. Может он такое сделать или нет? Да, может призвать какого-то праведного человека, то есть праведного имеется ввиду, доверенного, которому можно доверять, и назначить его управляющим над этим, назначить его или на него возложить ответственность за это. Так что же касается того опекунства, которым не владел сам человек, тем более он не может назначить вместо себя какого-то заместителя после смерти, который будет владеть этим, так как сам он даже этим не владел. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok